Всем привет! Это Малоземов проверит. Как же надоели старые облезлые ванны. Иногда приедешь куда-нибудь, в какую-нибудь съемную квартиру или иногда к кому-нибудь в гости зайдешь. У меня у самого так долгое время было. Ванна просто какое-то позорище. Следы вот эти вот времени на ней. Что с этим делать? Можно, конечно, поменять ванну целиком, но это затратно, долго, муторно, все это выносить. Ну, в общем, ремонт — это не подарок, это вы и без меня прекрасно знаете. Есть на рынке большое количество средств, которые обещают сделать примерно все то же самое, гораздо меньшей кровью, что называется. Например, вот такой акриловый восстановитель эмали. Ну, собственно, это и есть акриловая эмаль в баллончиках, которые стоят 256 рублей за штуку на момент нашего тестирования. Производитель обещает, что вы сначала все должны зачистить, потом обезжирить, потом нанести. И этого хватит надолго. Вы получите практически новую ванну. Мы все сделали точно по инструкции. Пришли домой, на квартиру к корреспондентке Ольге Август, который работает в дружественной нам программе «Еда живая и мертвая». И там наш мастер на все руки, Саша Колесников, который вообще делает очень много разных тестов, экспериментов, очень много делает руками для наших программ, что бы мы без него делали. Саша, спасибо тебе еще раз большое. Вот он все это нанес. И действительно, мы потратили три баллончика на одну ванну, все оказалось очень красиво. Но нас же интересует, насколько это все практично. Но может оно скоро отслоится? Проверить долговечность мы решили на старой ванне. Взяли ее тоже, обработали как следует, покрыли и дальше начали над ней издеваться. Но она старая, не жалко. Моя коллега Катя Кондратьева вооружилась разными средствами, от красок до синьки для отбеливания и сделала просто какое-то произведение современного искусства. Ну то есть испачкала так, как надо. Так вот, там половина была обработана средством, половина нет. И дальше вместе с профессиональным клинером из специализированной компании по очистке Катя попыталась все это дело отмыть. И оказалось, что новое средство действительно неплохо отталкивает грязь. Ну, на то оно и новое. Все-таки закрасило какие-то неровности, в которые краска, грязь может забиваться. Но все-таки насколько оно долго держится? Мы начали с того, что поиздевались с помощью мойки высокого давления. Средство предсказуемо начало отслаиваться, как-то крошиться. Это больше такой шуточный тест. Понятно, что в своей настоящей ванне вы ничего такого не делаете. Но что вы делаете? Вы наливаете теплую воду, потом оно остывает, потом снова наливаете теплую воду. И вот сымитировать это действие профессиональными руками мы решили в лаборатории в климатической камере Московского государственного строительного университета, который, спасибо ему тоже большое, часто нам помогает в наших экспериментах. Для этого мы расколотили эту старую ванну, я же говорю, не жалко, кувалдой, руками все того же Саши Колесникова. Расколотили на куски и эти фрагменты поместили в климатическую камеру, где температура колебалась, влажность тоже. И оказалось, что покрытие это так себе. Специалисты нам сказали, что продержится оно максимум несколько месяцев. И изученные нами отзывы в интернете говорят о том, что у некоторых людей эмаль вот эта акриловая начинает сходить уже через два месяца. Так что эффект новой ванны продержится у вас, к сожалению, недолго и нет тут альтернативы. Нужно обращаться к профессионалам, которые нанесут примерно такое же средство, но гораздо более надежно, гораздо более толстым слоем, и держаться оно будет, соответственно, дольше. Ну, а самолечение тут придется повторять и повторять. Ну, впрочем, может, вас и такой результат устроит, но не думаю. В общем, наш вердикт не чудо. Что еще проверить, пишите в комментариях. Новые видео на канале Малоземов Проверит по понедельникам, средам и пятницам. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова